19-летний студент признается, помогал обманывать пожилых саратовцев. Установлено четверо потерпевших. Их обманывали под предлогом того, что их родственники попали в беду, а я забирал и переправлял эти деньги тем, кто обманывал. Вы, получается, были как курьер, посредник? Да. Что потолкнуло на совершение данных действий? Жажда крупного заработка. С одеянным раскаиваешься? Конечно. В общей сложности обманутые пенсионеры отдали молодому человеку около 700 тысяч рублей. 10% от полученных сумм курьер оставлял себе, остальное перечислял мошенникам. В квартиры приходил в медицинской маске, но конспирация не помогла. Оперативники задержали саратовца на четвертый день его преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Как правило, жертвами мошенников становятся граждане пожилого возраста. Если вам позвонил неустановленный человек и сообщил, что у вас родственник попал в ДТП, ни в коем случае не продолжайте с ним диалог, положите трубку, позвоните своему родственнику и поинтересуйтесь, как у него дела, не попал ли он в какое-либо происшествие. Этот курьер установлен и обезврежен. Теперь задача полицейских – добраться до верхушки преступной пирамиды и найти его работодателей. Анатолий Чернов, Ольга Иванова, дежурная часть Саратов.